Так, еще раз напомню, американская версия называется Yonoid, японская, более каноничная, Камино Низя Ханамару. Давайте посмотрим, что получится. Третья игра на сегодня. Что пропустил? Был второй Бомбермен, Мега Турикан. И Франкенштейн, разобрались конкретно уже. Есть тут небольшая заставка, как обычная. Вот это, кстати, наш главный герой, Ханамару. Птичка у него классная, кстати. Я бы себе такую птичку хотел. Все нормально, новатор, все хорошо. Очередное зло всем угрожает. Опять надежда только на нас. Димана троллит. Тоже есть карта мира. Ну, погнали, ладно. Игра жесткая, ребят, сразу говорю. Японская версия посложнее американской. Тоже есть таймер. Количество жизней. За очки дают жизни. Не помню, сколько точно надо набрать. По-моему, все время разное. А может и нет. Короче, сейчас видно будет. Тоже скрытые значки есть. Так, рыба, не тролль меня, спасибо. Выдра балдежная игра, согласен, Томсуэр. Ну, за выдру надо конкретно уже браться. Феостраном я играл. Так, тут рыбы нету, вроде нету. За выдру, если возьмусь, то уже конкретно. Где-то здесь двушка есть. Отлично, взял. Сейчас не было заметно, но я двушку еще подобрал скрытую. Ой-ой-ой, опасненькая. У тебя есть какая-нибудь игрушка новодельная, в которую хотел бы сыграть? Новодельная? Нет, мега турикан, вряд ли. Ой, как страшно, ой, как страшно было. Или ты имеешь в виду, которые недавно вышли? Ну, может быть, Стритс оф Рейдж четвертый. Есть еще каменный у ниндзя Акакаги. Кулук пытался на БТ пройти. Но у него что-то там с интернетом проблемы были. 150-е выдра на японском. Не, Кенслеер. Выдру, возможно, пораньше получится оформить. Тройку взял. Сразу неприятный такой, неприятный ход от него. Ну, давайте тоже тройку пока. Герой похож. Может, даже из одной франшизы, Костя, кто знает. Эта версия проще показалась, Серег, серьезно? Не знаю, мне кажется, посложнее. Ладно. Используем дабл. Все, отлично. А, нет, он еще жив будет. Он будет жив, но уже присм... А, нет, нет. Все, отлично. В сухую первый. Ну, первый босс, в связи. Видите, две двушки хватило, чтобы победить его no damage. Мне еще повезло, что у него дважды единицы выпало. Мужик-заяц приятнее был. Есть такой момент. За 20 тысяч жизнь дали. Ледяной уровень. Не буду говорить, кого сразу вспоминаю, когда вижу ледяной уровень. Ой-ой-ой, булыжниками сыпят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, их тоже разбивать можно. Тот Акакаги сделан по японскому сериалу Ханамару оригинальная игра. Ну, значит, разные франшизы. Значит, разные. Так, первый прыжок нормально прошел. Трешечка замечательная. Отлично. Ой-ой-ой, как мотыляет его все-таки. Так, ну-ка, пошел вон. Опа, вонап, отлично. Кстати, игра на время. Из-за этого тоже не очень-то приятный момент. Время не сказать, что поджимает прям сильно, но тоже неприятный такой. Тут главное не упасть, лед проваливается. Так, аккуратненько. Двушка тоже помню, отлично. У меня знакомая из Апатитов. Так там еще снег местами лежит. Ну, ничего удивительного, новатор. Крайний, крайний север России. Обычное явление. То, что снег до сих пор. Тут еще экраны при соревновании местами поменены. Я не обращал внимания, леди. Я как-то на это не обращал внимания. Так, еще двушка, замечательно. А музычка та же самая вроде. Залази, залази. Уровень со скейтбордом, кстати, тоже такой прикольный. А, да, леди, согласен. Да, все верно. Противники местами поменены. Хорошее, кстати, замечание. Я не придавал значения этому. Реально, леди, молодец, заметила. В американской версии противник стоит справа. Мы слева. Здесь, наоборот, мы находимся справа. Ой-ой-ой, опасненько. Ой-ой-ой. Мурманск не Сибирь, не катит. А что так вот, почему? Ой-ой-ой, тихо. Птичка прикольно так крыльями машет. Фу, перепрыгнул, отлично. Так, следующий бой. Зато здесь боссы поразнообразнее, не только кролики. Боб у себя дома, белазист. Причем очень давно. Он живет в другом городе. Я вроде это уже объяснял. Вот тоже неприятно начал, с четверочки. Четверка такой, не самый приятный знак, который выпадает. Вот из-за мандража я и не люблю игры на время. Ну, есть неприятный момент с этими таймерами. Напрягают. О, единица выпала, отлично. Надо его сейчас уничтожать просто. Трешечку пока поэкономлю. Трешку надо на поздних боссов оставлять. У Гермена на максималках. Можь работает, белазист. Он же работает. У вора, в конце концов, своя жизнь. Так, еще три пункта осталось. Он никто не... Как новатор правильно сказал, никто не обязан залетать на стримы и сидеть постоянно. Есть время, заходит. Нету, ничего страшного. О, я его тоже в сухую, кстати, вынес. Какая там жизнь в подвале. Кто-то брал эту игру на БТ? Кто-то брал, Виталий, но... На предыдущей БТ была, а на эту еще никто не брал. Ни американскую, ни японскую версию на этой БТ не брали. Йонойда. Леди, молодец. Молодец. Понравился мессенджер, мегамэн одиннадцатый, ганс, горе и каноле. Две части. Так, это что за уровень? Вспоминаем. О, двушечка, отлично. Отлично. Держи. Держи. Ой, я ничего не вижу. Так, ладно, здесь он мне не нужен. Вора своя жизнь украл, выпил в тюрьму. Романтика. Ох, еле допрыгнул. Какие страшные прыжки. Какие страшные прыжки здесь. Все отлично. Если ты не в курсе, Артур, вор это мой постоянный напарник в кооперативах. Ух ты, трешку выбил, нифига себе. У нас официально с вором 35 игр пройдено. В нашу копилку. Я не помню, ты присутствовал на кооперативах или нет. На всякий случай напомню. Вор мой постоянный напарник. С которым бок о бок уже не один десяток игр прошли. Ой, 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 страшно. Так, тут вроде ничего нету. О, отлично. Так, а время-то поджимает. Время поджимает. Кубики лего. Да, кстати, вот. Тут какая-то психоделия творится непонятная. Ладно, еще один уровень пройден. Сейчас за 60 тысяч должны жизнь дать. Есть. Получается так, лего. Получается из лего построим. Все верно. Так, здесь еще пещеры какие-то. Ладно, лучше поверху идти. Ой-ой-ой. Тут ничего нету, вроде ничего нету. О, еще один знак. Еще двушечка, отлично. Так, о, вагонетки, замечательно. Третий уровень из Life Force. Хе-хе. Ой-ой-ой. Еще двушку взял, отлично. Очень важно подбирать все вот эти карты. Очень важно. Ой, как птица страшно полетела. Живи, живи. Ой-ой-ой. Тут вроде ничего нету. Ладно. Отлично. Так, тут какой-то барак на пенсии, походу. Следующий босс. Хе-хе-хе. Димана угорает там. Разрешили гулять по графику с час 06. Многим пофиг. А, вы про изоляцию, да? Обсуждайте. Слышал про график. Это бред же. Совсем поехал крышей. В записи смотрел. Спасибо, Артур. Спасибо. Есть у нас пара эпичных кооперативов. Нифига, Twitch51 показывает. Нифига себе, сегодня активность. Так и подбивайте меня на Макаймуру. Так, ладно, жахнем посильнее. Спасибо, ребят, кто заходит. Новые зрители, старые зрители. Надо задуматься о выделении VIP. VIP статусов. Давненько я VIP не раздавал. Есть у меня несколько VIP-ов свободных. Новые зрители появились. С которыми интересно общаться. Постоянно заходят. Надо кого-то наградить. Так, ладно, пока тройку солью, еще есть. Росомаха на пенсии. Кстати, да, тоже хороший вариант. Пора выводить на экран онлайн. Я не знаю мегатурикан. Это редкое явление, когда так. Так, ладно, еще. Нет, все-таки двушку придется слить. Что за Барако, Обама? Да нет, Кривобир, из Мортал Комбата. Пока более-менее легко разбираюсь с боссами. Если здоровье свое не тратить, нам бонусом 10 тысяч дают. Если тратим здоровье, уже поменьше. Да, Виталий, можно и на Росомахе сойтись. Еще плюс один конд, который, согласно моим правилам, ничего не значит. Не раздел. О, неприятный уровень. Так, мышь, ну-ка идти сюда. Отлично. Так, тут вроде ничего нету. Ой-ой-ой. В детстве часто в ямы падал. В американском Йонойде. Здесь можно упасть. Очень легко упасть. Вот те же мостики вспомнить вообще страшно было. Ой-ой-ой. Тут вроде тоже пока ничего нету. Держи. Двушку скрыл. Вообще, хотел по врагу выстрелить, вскрыл двушку. Замечательно, держи. Вообще, было бы интересно, если... А, ну ладно, я... Я пообещал Кинслейеру больше не упоминать это событие. Надо обещание держать с вами. Спасибо за фоллоу, ребят. Так, здесь меня что-то затроллили. Хорошо, когда есть супероружие. Его еще заносят на прыжках. Если не вглядываться, персонаж похож на Дашу-путешественницу. Ой-ой-ой. Корабль какой-то припаркованный. Давай, шмаляй. Отлично. Неубиваемая змея. Замечательно. Вообще, здорово. Ой-ой-ой. Двушечка. Отлично. Ой-ой-ой-ой. По-моему, еще двушку вскрыл. Еще трешку вскрыл. Замечательно. Фу, неприятный уровень. Проскочил. Отлично. Карась, спасибо за фоллоу. Он вам не карась. Извини. Сразу оговорюсь, извини. 12 лет было, нифига себе. Ай-яй-яй. Уровень, который сам скроллится. Так, уровень, который скроллится сам. Еще одно веселое место. Держи. Двушечка. Так, еще одна способность. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Становимся более... Агрессивными, что ли. Не знаю, как сказать. Ой-ой-ой-ой. Еще двушка. Отлично. Очень важно находить вот эти карты. Иначе... Иначе будет все печально. Добрался. Замечательно. Как погода? Погода нормальная, Омега Турикан. Немножко мерзловато после 30 градусов, которые недавно были. Ну, 15-17 сейчас есть. О, единица выпала. Замечательно. Ладно, давайте трешкой жахнем. Что творишь? Сердце замирает. Такая игра, Яна. Какая игра. Самый противный уровень в игре не Акин Слеер. Там повеселее будет. Там будет повеселее. Цирк Чарли опять же, да? Опять упоминания сходятся. Трешечка в центре Москвы еще лучше. Такие шутки тоже были. Так, мне пока фартит. Сейчас должен добить его. Пять двушек осталось. Одна трешка. Замечательная. В общем, погода нормальная. Погода радует. Хотя, где-то в других регионах по моей области шквальный ветер был, крыши сносил. И град размером с перепелиные яйца. Но конкретно мой город непогода миновала. У нас пока все спокойно. Перцы. О, первый летающий уровень. Вот здесь птичка нас уже конкретно выручает. Еще двушка. Отлично. Отлично. Ой-ой-ой, чуть не затроллили. Так, что за Айвона Би за Ханамару какой-то пошел. Еще двушка. Ой-ой-ой. А, вентилятор сдувает. Вентилятор, угомонись. Спасибо. Спасибо, вентилятор. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ну вас нафиг. Отлично. Спецудар вниз, вниз Б делается, если что. Вентилятор. Трольский. Фу, проскочил. Последний шип что-то вообще жесткий был. Сезон дождей, поливать ничего не нужно, все растет. Не знаю, Серег, у нас правда пока спокойно все. Давай, Костя, счастливо. У меня последняя игра на сегодня. Очень хотелось бы пройти. Ну, посмотрим, ладно. О, атмосферный уровень, кстати. И здесь Франкенштейн? Че за приколы? Держи. Вот этот уровень даже, мне кажется, получше, чем в американской версии. О, еле допрыгнул. Трешечка, отлично. Фу. Неприятное место. Франкенштейн возвращается, да, опять. Задолбал он уже возвращаться сколько можно. Так, тут ничего нету, вроде ничего нет. Есть еще в этой игре всякие бонусные уровни, но... Они немножко странно сделаны, если честно. Мне никогда не нравились. О, на тех платформах есть бонус. Вот, где вот эти две зеленые платформы. Бонус выполнен в виде игры молоточки. Нужно определенных врагов успевать убить за определенное время. Бонус такой себе, если честно. Легко заруинить там. Заруинил бонус, минус, жизнь. Уровень сначала. Выиграл бонус, молодец, следующий уровень. Что-то ничего нету, что ли? О, еще двушка. Ничего нету. Да, прибей крота, кинслейер, все верно. А он, по-моему, так и называется, кстати. Только там вместо кротов еще всяких других животных бьешь. Еще двушка. И еще что-то выбил. По-моему, еще двушка была. Следующий босс. Бедный голубь, пацан тяжелый. Опять леди что-то спрашивают. В ее ноги это было оригинально. Такс. Вот этот босс неприятный, кстати. У нее же карты такие солидные. Всего лишь две единицы. Мне пока фартит, кстати. Ладно, давайте еще трешку. Давайте вообще уничтожим ее просто. Бам! Сразу почти две шкалы. Тоже понравился, Серег? Ну вот. Еще 5к и будет пятый реквест. Зорг, ты меня пугаешь. Не доходил сюда. Вот, Костя, увидишь, как остальная игра выглядит. Если я, конечно, еще пройду, я так спокойно говорю. У меня в тот раз уверенность наказала. Самоуверенность. Взял и Франкенштейна заруинил. Ну вот, когда на днях стрим был. Так, четверок больше нет. Давай. У меня, кстати, тоже карты выросли маленько. Двушек побольше стало. На которых меч изображен. Так, у нее 3 пункта осталось. Ладно, добью. Не буду выпендриваться. Все, добиваю. Нашок угли. Шкала из шашлыков? Это какие-то свитки, Лео. Это, скорее всего, свитки какие-то. Пока, ребята, я не знаю. Пока фартит. Вообще здорово. Пока все карточные бои выигрываю в сухую. Они даже мне не могут урон нанести. Вот что значит сила двушек и трешек. Стоит пособирать карты, вот эти усиления, игра становится попроще. Так, тут у нас что? Еще что-то взял. Ай-яй-яй, прям в голову ударил. Санек, здорово, еще раз. Выглядит глуповатым, чуть в непонятке. Нет, Яна, здесь по дамам никто не пустит. Я, если честно, сомневаюсь, что они вообще тут есть. Дама была сейчас только в карточном поединке. Так, вот здесь где-то... Ну-ка, давайте вот так сделаю. Что-то мне не нравится, что их двое тут. Еще двушка. После смерти, к сожалению, карты не сохраняются подобранными. По сути, собираем заново. Так, тут ничего нет. Нет, вроде ничего. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Водолазы по суше ходят. О, еще двушка, прям в облаках каких-то. Подлый метатель сюрикенов. Держи. Не торопимся, время позволяет. А к тебе тоже нафиг. Тихо-тихо. Держи. О, неуязвимость. Все, побежали. Спидран, спидран. Спидраним. Враг пытался от меня убежать, не тут-то было. Отлично. Но, тем не менее, ферст блат. Примерно в середине игры, чуть дальше. Да, Томсуэр, вот так вот напоролся на шурикен. Шурикен, если точнее. Тут у нас что? О-о-о-о. Кстати, трешку вскрыл, замечательно. Надо запомнить. О-о-ой-ой, и двушечка. Опасно, опасно сейчас. Ну ладно, пока нормально. Все ваншотит в игре. Абсолютно все ваншотит. А некоторым врагам надо по четыре, по пять ударов нанести. Замечательно. Тут вроде ничего нету. Когда продавались, трех- и двухлитровые бутылки пива называли двушки и трешки. Вот что знали. Кстати, да, Жека, пока закон не приняли об ограничении тары. Сейчас же пиво только в полторашках можно брать. О-о-ой, булыжник подлый. Что, летающий гуманоид какой-то? Точнее, инопланетянин. Тут вроде ничего нету. О, отлично. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Страшный сон. Яйцо с пауками. Не любишь пауков, Ян? Я к паукам спокойно отношусь. Тем временем еще двушку выбил. И еще двушка. Замечательно. Иногда как будто сами враги подсказывают, куда надо ударить. Держи. Так, время пока позволяет повыпендриваться. 65 секунд. До сих пор трешки есть, да брось, Клор. Быть не может. Некогда объяснять. Лови донат. Всем удачи. Спасибо, Макс. Спасибо. Ну, раз некогда, тогда не буду спрашивать. О, ванап. Ванапчик, отлично. Ванапчик в этой игре лучше, чем сэвенапчик. Даже чем рябчик. Еще что-то выбил. Так, тут главное не упасть. Вот, кинслейер. По-моему, вот этот уровень самый неприятный был. Спасибо, Макс. Спасибо. Хороший стиль игры. Всегда играет красиво. Не просто бежит по уровням. В любой игре старается выложить на полную. Показать возможности, потенциал. Спасибо, Лево. Спасибо за добрые слова. Ну, играю, как играю. Как умею. У меня никогда не было желания ломиться быстрее вперед, диалоги скипать, заставки. От игры надо стараться удовольствие получить. Даже если она кривая, сложная. Уровень в космосе, яйцо с лицехватами из чужого. Да, есть что-то схожее, кстати. Так, я пока трешку пожертвую ему. Трешка и четверка самые неприятные. Нифига у него пятерок сколько, нифига себе. Четыре пятерки. Запиши в группу Зарей, глянем. Скажу, сломаны или нет. А, кстати, Серега что-то так и не разобрался с той ачивкой. Странный ниндзя птицами кидается звездочками. Полторашки еще есть. Полторашки у нас продаются. Да что-то опять тройку взял. Ладно, еще одну пожертвую. Еще одну пожертвую. Теперь надо что-то как-то решать с ним. Я ему пока тоже урона еще не нанес. Если выпадет пятерка одну я смогу перекрыть. А вот потом печально все будет. Эту пятерку я еще могу перекрыть. Есть особые виды бонусов. Вот щит, например. Но их можно только по одной иметь в арсенале. Вот я сейчас по сути просто заблокировал его атаку. Четверка. Ну все, придется все-таки начать жертвовать. Вот этот робот серьезный соперник. Его в сухую уже тяжеловато будет проходить. Это ниндзи из ниндзя Гайден, которого достали птицы настолько, стал ими китаться. Хорошая версия, новатор. А, это Нера спросил насчет неисправности. Вот сейчас я буду его размешивать. Все, настало время мне тебя побить. У него еще две полоски по шесть штук. О, единица. Замечательно. Замечательно. Держи, дружок. Да что-то он остался на последней хпшечке. Тройка. А у меня четверок вроде... Эх, четверок больше нет. Ладно. Ладно, пожертвую двушкой, вроде не страшно. Спасибо, Серег. Спасибо, ребят. Но, вы зря так оцениваете, что круто играю на самом деле. Меняю из 130 игр пока... Вот не соврать, а действительно сложных было, наверное, две-три игры. Вот прям реально сложных, над которыми попотеть пришлось. Еще один уровень в космосе. Но все равно спасибо, что оцениваете. ой, беговые дорожки. Космонавт, свали отсюда. Двушечка. Отлично. Серферу планируешь возвращаться? Да, новатор. Вот видишь, хороший пример вспомнил. Я не проходил серебряного серфера третий круг, ребята. ой, 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 беговые дорожки. Опа! Все, побежали. Спидран, спидран. Ой, авантюрный прыжочек. Ах ты, враг какой хитрый. Блин, я чуть не... не испугался. Да, новатор, надо, у меня сейчас этот серфер, извиняюсь, как шило в жопе. Серебряный серфер одна из тех игр, которые для меня уперлись. Я потратил на него около 7 часов и так и не прошел третий круг. третий круг серебряного серфера просто разрывает. Я, по-моему, финальный уровень видел один раз за все это время. Я им видео записал, ачивка не работает, разрабы не чинят, мастер не засчитывают. Блин, Серег, ты только не отступай от своего, я тебе серьезно говорю. Не сбрасывай свой сет, дождись, разберутся. Так, 11 жизней. Чудушка. Чудушка. Ах ты затроллить хотела, сволочь. Держи. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тинслейер, мне нравится, когда ты этот скидываешь. Так, а тут что-то не то получилось. Свиток пропустил у водопада. Они сейчас особо роли не играют. Сейчас свитки особо роли не играют. Сейчас главное забраться на платформы. Сейчас по сути, а, кинслейер, вот. Вот абсолютный лидер по неприятным уровням. теперь я вспомнил. Вот он, самый отвратительный уровень. не хочет. Ой-ой-ой-ой-ой. Лучшая музыка в игре? Возможно, возможно. Ну, он не допрыгивает, я не знаю, почему. Он тупо не допрыгивает. Там надо как-то чётко прыгать. Экран сразу скроллится начинает. Я сомневаюсь, конечно. Может, там подождать надо просто. Как сейчас мимо платформы упал? Всё, походу, руина пошла. Фух. Не тренили Doom Troopers? Нет, Zork, пока не играли. Doom Troopers пока не играли. Я не знаю, что с этой пружиной не так, ребят, правда. Ладно, прорываюсь. Скоро жизнь за 180 тысяч очков дадут. Вроде должен успеть набрать. Так, ну давай, пружина, не подведи меня. Мои- Извините, ребят, напрёкся. Вот этот платформинг, это самое сложное место в игре было. Я просто закамбэчил вторым прыжком на пружине. Я думал, всё, сейчас опять упаду. Второй прыжок всё-таки получился. Вот почему я говорю, что японская версия сложнее американской. В американской версии такой фигни нет. Так, ну что, один из главных боссов. Давайте уничтожать. Очень похожее место на падение камней третьего уровня в Бубе на платформе в Бикингах. Сумасшедший мир. В юноиде это вроде был уровень с ментами и кактусами. Там леди немножко другая тема. Ну да, да, менты были точно. Ах ты гад, шестёрку взял. Шестёрку невозможно перебить ни одной картой. Только комбинируя даблы и трайплы. Двушки и трёшки. Единица. Отлично. Хватит, не хватит, хватит. Да что ты, опять одна осталась. Ну ладно. Ладно, нормально. Трёшка. Всё, можно добивать, короче. Причём даже двойку можно взять. Немножко выпендрился, но тем не менее убил его всё-таки. А у него ещё шестёрка была, кстати, в запасе. А, нет, я шестёрку всё-таки перекрыл. Ребята, я всё-таки перекрыл ему шестёрку. Значит, щит закрывает любую карту. Один раз можно применить. Но его тоже надо найти на уровнях. Кстати, за 200 тысяч могу жизнь получить. Ну что, добрались до этой злосчастной горы. Да, музыка классная, конечно. Щитом закрыл, да, кинслейер, понял. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Восклицательные знаки как раз вот эти и дают апгрейды. Ой-ой-ой, он ещё тут же выпустил. Я аж вздрогнул. Нашмар. Звуки какие-то непонятные были. Я в момент применения спецприёма продолжал прыжок нажимать. Своих шестёрок держат в запасе. Голые мужики. Последним уровнем не будет вообще беспредел. Да, да, Серёг, всё верно. В лучших традициях японских игр. Тем временем, последнее сражение. И сразу, сразу вабанг, смотрите. Он сразу выпускает шестёрку. Фига, мега-турикан, какой я не жирный реквест загадал сразу. Четвёрка. В принципе, можно, ладно. Семь двушек осталось. Надо пользоваться этим моментом. Четвёрки, в принципе, можно перекрывать ему. Хотя тоже... Блин, одна единица и так далеко спрятана. Вот, он вроде как меня дамажит, но я тут же лечусь. Один раз только это можно провернуть. Гипертрофированный младенец летает на памперсе. О, вот отлично, двойка выпала. Всё, надо... Надо уничтожать его просто. Держи. Сперва отправляет своих шестёрок. Так, пятёрка, пятёрка. Ладно, пока позволяют. Наличие двушек позволяет с ним повыпендриваться. У него осталось пять хпшек. Если выпадет тройка, я выиграл. Да что он вообще вабанг идёт? Что ж ты творишь? Ладно, перекроем. Пока так сделаем. Здорово, диванный. Третья игра на сегодня. Фу, пока день ударно проходит. С бомберменами разобрались. Франкенштейн по красоте уничтожен. Так, ещё раз перекрою. Не хочу тратить хп. Может, получится всё-таки пройти его. Так, чё там? Пятёрка, две шестёрки. Есть. Всё, это должна быть победа. Или нет. Или да. Или нет. Есть. Есть. В сухую. Финального босса в сухую. Отлично. Ещё и десятую жизнь получу сейчас. Ачивка «Пройти с десятью жизнями» выполнена. Да что ты. Вот так вот. Есть, ребята. Финального босса без потерь. Десятую жизнь получил. Всё, освободили жителей. Замечательно. Сто тридцать вторая игра. Вот он, этот город Лего. Все радуются, все счастливы. Всех спасли, расколдовали. Слушайте, ребят, сегодня вообще ударный день получился. Второй бомбермен. Франкенштейн. Каменном ниндзя Ханамару. Три не самые лёгкие игры сегодня в статистику пошли. Я доволен. Я прям вообще счастлив, как слон. Злого босса победили. Ура! Злого босса победили. Еху! Да, Серёга, с перфектом получилось. Заставка тоже красивая. Что в американской, что в японской версии. Всё, с этим ниндзи разобрались. Сто тридцать вторая игра. Я же говорю, постепенно. Постепенно проходим, осваиваем что-то новое. Счётчик не стоит на месте. Это самое главное. Огромное спасибо всем, кто сегодня заходил. Сегодня был новый рекорд. Твич отобразил мне 51 зритель. Для меня это вообще редкость. Ну как сказать редкость? Для меня это вообще первый раз такое сегодня было. Лишился сегодня 50 зрительной девственности. Нет, Зорг, на сегодня хватит. Я что-то немножко вымотался. Я тебе в ЛС напишу, когда у меня будет следующий стрим. Там подумаем насчёт червяка Джима. Не, ребята, вот каждого благодарю серьёзно. Прям. Не говори, Яна, сегодня прям вообще супер. Сегодня вечер вообще плодотворно прошёл. В общем, вот такой был Каминоу Ниндзя Ханамару, японская версия. Которая считается каноничной, она всё-таки раньше вышла. Юноид появился попозже. Юноид более приятен глазу, наверное, и чуть полегче, чем японская версия. Ну, тем не менее, это не повод, чтобы проходить что-то одно из этого. Всё, ребята, всем спасибо, до новых встреч. Когда будет новый стрим, пока не знаю. Но чё-нибудь возьмём, как обычно. Продолжим изучение ретро-движухи, библиотек, игр. Посмотрим, что получится в следующий раз. Пока буду всё пройденное сегодня заносить. Со спокойной душой не говори, Мегатурикан. Надо всё-таки сёрфера как-то третий круг попробовать дожать. Не знаю, что получится, игра жёсткая. Ну, ещё раз напомню, на 150-ю игру будет особое голосование. Там тоже будет весело, потно. В общем, всем спасибо. Не болейте, самое главное. Увидимся на новых стримах. Либо у меня, либо у кого-то в чате. Всё, всем пока. Спасибо за материальную поддержку. Все донаты идут на призовые фонды турниров. 14 июня планирую провести один турнир. Уже в самом-самом конце стрима скажу. 14 июня буду проводить турнир. Какая игра, пока секрет. Призовой фонд 5000 рублей. Подробности будут в начале июня. Всё, теперь точно пока. На этой интриге заканчиваю. Спасибо каждому, ребята. Всех люблю, целую. Сами знаете куда. Спасибо. Спасибо.